друзья всем привет сегодня 24 февраля 2021 года продолжаем торговую неделю которая получилась сокращенной в связи с празднованием 23 февраля но тем не менее понедельник уже отторговались поэтому давайте посмотрим что у нас на сегодня итак перед началом торговой сессии сегодня следует обратить внимание на то что у нас в понедельник были отработаны уровни покупок по эмитентам global транс нмтп также пойти еф феннекс эти в который мы формируем наш портфель также пресс произошли изменения давайте рассмотрим по порядку глобал транс в понедельник был отработан часовой уровень покупок 490 40 и на текущий момент у нас пока не остается новых актуальных уровней для покупок за исключением часовика который находится у ключевой поддержки это четыреста тридцать восемь пятьдесят достаточно низко поэтому думаю что нужно ждать новых часовиков либо уже если вы завершили формирование первых двадцати пяти процентов от планируемого объема нужно уже ждать формирование дневных уровней ждем далее также вчера вернее в понедельник произошли изменения по акциям нмтп по акциям нмтп в понедельник был отработан часовой уровень покупок 8040 на данный момент ближайшие актуальные для покупок часовики остается на отметках 799 и 797 и следует обратить внимание на то что на внутридневном таймфрейме мы уже тестируем нижнюю границу восходящего внутридневного канала то есть вы давайте на четырех часовиках посмотрим тут более как бы наглядно видно то есть мы протестировали нижнюю границу сейчас ближайшее время мы можем уже отбившись от нижней границы продолжить восходящее движение но для этого нам нужно пробить ключевое сопротивление которое на текущий момент сформирована на отметке восемь шестьсот девяносто давайте откорректируем восемь шестьдесят девять это у нас новое ключевое сопротивление которое сформировано в результате того что понедельник мы обновили минимумы локальные закрепились ниже нижней границы восходящего дневного конверта соответственно сейчас у нас новое сопротивление восемь шестьдесят девять пробой которого будет свидетельствовать о сломе нисходящего среднесрочного тренда ждем сейчас если даже по инерции какие-то будут захода вниз то эти заходы уже ближайшее время завершаться я думаю что мы через сужение в треугольники и пробой наверх через пробой наверх ключевого сопротивления снизу вверх мы полноценно сломаем нисходящий тренд и начнем уже среднесрочно расти на мой взгляд сейчас самое время набирать позицию для того чтобы в последующем уже долгосрочно удерживать данную компанию своем портфеле далее также у нас понедельник по и тф произошли изменения в частности эти сектор сша был затронут начнем сайте сектора сша по контракту мини здесь была отработана два часовых уровня 83 37 и 83 11 на данный момент у нас актуально для покупок остается часовой уровень который находится достаточно низко это 76 80 поэтому сейчас пока просто держим то что имеется если будут сформированы новые уровни для покупок об этом я буду говорить по факту их формирования сейчас же пока остается просто держать переходим к эти сектору и теев стандартный контракт это эти сектор сша до стандартный контракт в понедельник у нас был отработан часовой уровень покупок 10000 19 и 9973 на текущий момент ближайший актуальный уровень для покупок который ранее не был отработан это часовой 9694 на данный момент данный инструмент продолжает торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка сформирована на отметке 4918 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение на мой взгляд нужно выкупать на данный момент это бумага интересно для набора поскольку сейчас уже на дневном таймфрейме мы торгуемся ниже средней линии восходящего дневного канала и по технике будем пытаться протестировать нижнюю границу данного восходящего канала в результате тут будет шанс сформировать первые 25 процентов по часовикам ну и возможно нам уже дадут либо ранее сформированные дневные уровни которые указаны в таблице торгового плана либо будут сформированы новые дневные уровни ждем сейчас же идет набор по часовикам объем должен не должен превышать суммарно 25 процентов ближайший часовик 9694 который актуален для покупок далее также у нас понедельник отличились китайцы по и тф на акции китая у нас было отработано два часовых уровня 4568 и 4014 с половиной также ранее было 4400 у нас протестирован поэтому сейчас уже порядка 25 процентов портфеля в принципе должно быть сформированы следующее ближайший актуальный для покупок часовик он находится на отметке 4099 те кто не успели добрать по вот этим значениям можно ждать 4099 также бумага продолжает торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка сформирована на отметке 2201 что свидетельствует о том что пока цена торгуется выше и если даже будет снижаться то это всего лишь техническая коррекция долгосрочного и среднесрочного восходящего тренда на текущий момент на дневном таймфрейме мы торгуемся в восходящем канале бумага протестировал среднюю линию данного канала я отскочила наверх посмотрим если продолжится давление вниз то соответственно это коррекционное движение закончится на тесте нижней границы восходящего дневного канала внутри дневной таймфрейм у нас пока перекуплен торгуемся у верхней границы восходящего внутри дневного канала поэтому я ожидаю все-таки более глубокой коррекции на которой возможно помимо 25 процентов нам дадут также и дневные уровни которые обозначены в торговом плане и находятся в диапазоне в рабочем то есть в границах сформированного внутри дневного канала ждем далее также сегодня следует обратить внимание на новые уровни покупок которые были сформированы по имитентам нашего торгового плана и начнем наш обзор с акции аэрофлот в понедельник был сформирован новый часовой уровень покупок 68 60 и на текущий момент это ближайший актуальный для покупок уровень бумага продолжает торговаться среднесрочно в нисходящем тренде ключевое сопротивление находится на отметке 75 48 что свидетельствует о том что пока бумага находится в нисходящем тренде давление на акцию может продолжиться соответственно нужно быть готовыми к тому что мы еще увидим дальнейшее снижение по данному эмитенту но нужно учитывать что на внутри дневном таймфрейме мы уже ниже нижней грани ниже средней линии нисходящего внутри дневного канала поэтому тут набор продолжение набора позиции в принципе интересно на долгосрок сейчас если вы только начинаете набор позиции можно сформировать первые 25 процентов по часовикам дальше нужно ждать дневку который указано в таблице торгового плана и так ближайший часовик 68 60 это на сегодня ближайший уровень ну и можно также заблаговременно поставить заявку на отметке 68 тоже часовик переходим далее понедельник у нас произошли изменения по акциям лен энерго привилегированные мы видим что был сформирован новый часовой уровень покупок 156 45 этот уровень он интересен для тех кто только начинает набор позиции по данному эмитенту по часовикам напоминаем мы собираем 25 процентов дальше ждем дневки 156 45 часовой уровень нужно учитывать что на дневном таймфрейме мы перекуплено цена торгуется у верхней границы нисходящего дневного канала соответственно давление на бумагу может продолжиться мы можем увидеть более глубокое коррекционное движение среднесрочная бумага торгуется в восходящем тренде ключевая поддержка на отметке 112 30 все что выше данной ключевой поддержки можно рассматривать к покупкам внутри дневной таймфрейм мы восходящим внутри дневном канале торгуемся соответственно учитывая что сейчас бумага уже находится ниже средней линии данного восходящего канала в ближайшее время я думаю что мы уже можем завершить техническую коррекцию если протестируем нижнюю границу данного восходящего канала и как раз на этой коррекции можно попытаться дождаться еще одного дневного уровня 142 63 ранее дневной уровень 145 95 уже был протестирован переходим далее также у нас понедельник сформирован новый часовой уровень по акциям у каю был сформирован новый уровень 5560 это ближайший актуальный для покупок уровень на указанном уровне я рекомендую рассматривать покупки не более пяти процентов так как по часовикам суммарно мы набираем первые 25 процентов от планируемого объема на дневном таймфрейме бумага перекуплена торгуется у верхней границы нисходящего дневного канала соответственно коррекционное движение может продолжиться и в этой ситуации есть шанс что нам дадут также и дневной уровень 5295 с половиной внутри дневной таймфрейм уже говорит за то что мы в ближайшее время можем продолжить восходящее движение так как цена торгуется ниже средней линии восходящего внутри дневного канала ранее мы уже в октябре двадцатого года отбились от нижней границы данного восходящего внутри дневного канала поэтому если даже будет перезаход вниз то он будет в пределах между нижней границы и средняя линия данного восходящего канала ну и в этой ситуации тут получается что есть шанс как раз по часовикам собрать первые 25 процентов но и не исключая что нам дадут также и дневной уровень 5295 с половиной ждем среднесрочно восходящем тренде ключевая поддержка на отметке 3663 все что выше данной поддержки я в принципе рассматриваю к покупкам далее в понедельник у нас произошли изменения по акциям мосмосковская биржа был сформирован новый часовой уровень покупок 164 63 на нем можно рассматривать покупки до пяти процентов среднесрочно мы в восходящем тренде ключевая поддержка сформирована на отметке 79 54 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение можно рассматривать к покупкам на дневном таймфрейме мы пока перепроданы перекуплены вернее поскольку цена торгуется выше верхней выше средней линии восходящего дневного канала но тем не менее нужно учитывать что ранее мы уже отбились в декабре двадцатого года от верхней границы восходящего дневного канала соответственно коррекция может продолжиться и мы можем увидеть переход ниже средней линии данного канала где можно уже начинать более полноценно набирать покупки по данному эмитентам набирать позиции сейчас актуальный часовик это только для старта те кто только начинают набор позиции ближайший часовик 164 63 дальше если мы сходим и более сильно откорректируемся то тут есть шанс что сформируем новый дневной уровень на котором можно будет увеличивать уже долю в портфеля еще на 20 процентов на внутри дневном таймфрейме мы тоже перекуплены поэтому торопиться с набором позиции на весь объем я не рекомендую нужно ждать когда цена будет торговаться ниже средней линии либо внутри дневного либо дневного канала там уже можно полноценно уже рассматривать покупки сейчас пока перекуплены поэтому торопиться с набором если только вы не стартуете если только начинаете то ничего страшного по часовикам можно собрать 25 процентов и дальше ждать если ранее собрали уже что-то то желательно ждать более низких значений далее сегодня также следует обратить внимание на долговые расписки озон в понедельник сформировали новый часовой уровень 4754 с половиной на данный момент это ближайший актуально для покупок уровень среднесрочно мы торгуемся восходящем тренде пока идет формирование позиции по часовикам дальше будем ждать формирование дневных уровней сейчас уже в принципе возможность была собрать первые 25 процентов кто успел это сделать просто держим кто только начинает набор по часовикам собираем не более 25 процентов на каждом уровне по 5 процентов не более далее в понедельник у нас произошли изменения по акциям роснефть был сформирован новый часовой уровень покупок 505 нужно учитывать что набор по часовикам я рекомендую рассматривать только начнем только тем подписчикам которые стартуют и только начинают покупать эту бумагу свой портфель на внутридневном таймфрейме мы перекуплены поэтому можем увидеть более глубокую коррекцию поэтому по часовикам если даже что-то и собирать то не превышает 25 процентов по суммарно по всем часовикам дневной таймфрейм точно так же мы перекуплены цена торгуется у верхней границы восходящего дневного канала поэтому коррекция я думаю неизбежно мы увидим более низкие значения на которых будет шанс что нам дадут также и дневной уровень покупок 417 35 это ближайшая дневка которая интересна для набора следующих 25 20 процентов среднесрочно мы продолжаем торговаться восходящем тренде ключевая поддержка находится на отметке 229 80 это минимум марта 2020 года все что выше данной ключевой поддержки любое снижение я рекомендую рассматривать к покупкам но строго по уровням соблюдением рисков по системе которую мы рассматриваем в нашем торговом плане далее также у нас в понедельник были изменения по акциям тот нефть обыкновенная и привилегированная они только обычка так нефть обыкновенная сформировали новый часовой уровень покупок пятьсот девятнадцать тридцать это ближайший часовик на котором можно рассматривать пять процентов к позиции в портфеле среднесрочно продолжаем торговаться в нисходящем тренде ключевое ключевое сопротивление пятьсот пятьдесят восемь пока цена торгуется ниже данного ключевого сопротивления давление на бумагу может продолжиться и в этой ситуации помимо часовиков мы также можем протестировать и дневные уровни ближайший дневной уровень покупок четыреста восемьдесят пять двадцать на нем можно увеличивать долю портфеля до двадцати процентов на дневном таймфрейме мы торгуемся ниже средней линии горизонтального дневного канала поэтому любое снижение она интересна для покупок поскольку уже ближайшее время я жду возобновление восходящего движения через пробой ключевого сопротивления наверх внутри дневной таймфрейм как раз свидетельствует о том что мы в ближайшее время можем через сужение в треугольнике между ключевым сопротивлением 558 и нижней границы восходящего внутри дневного канала в результате сжать в этом треугольнике мы можем увидеть ближайшее время выход наверх и тут уже открывается перспектива через слом нисходящего тренда на восходящий открывается перспектива долгосрочного и среднесрочного восходящего движения ждем далее следует обратить внимание сегодня на акция чертизова группа чертизова в понедельник был сформирован новый дневной уровень покупок 1959 если вы ранее выставляли заявки на нижних часовиках то эти заявки нужно откорректировать то есть удалить из терминала и перенести объем до 20 процентов на вот этот дневной уровень 1959 в таблице торгового плана те часовые уровни которые нужно удалить и соответственно удалить торговые заявки я отмечу черным цветом на сегодняшний день в таблице это черный цвет выделено уровне которое нужно удалить на отметке 1959 можно выставлять заявку на 20 процентов на покупку от планируемого объема на текущий момент ближайший актуальный для покупок уровень это часовой 2049 внутри дневной таймфрейм мы перекуплено торгуемся у верхней границы нисходящего внутри дневного канала на дневном таймфрейме также наблюдается перекупленность так как бумага торгуется у верхней границы горизонтального дневного канала соответственно сейчас торопиться с набором у текущих значений я бы не стал нужно ждать теста дневного уровня это ближайший более менее интересный уровень для покупок на часовиках можно собрать до 25 процентов дальше строго ждать и ждать теста дневных уровней пока бумага торгуется выше средней линии как дневного так и внутри дневного канала набирать объем на позицию на весь объем я бы не стал далее также в понедельник у нас произошли изменения по долговым распискам эталон был сформирован новый часовой уровень 12906 это ближайший актуальный уровень для покупок на котором можно рассматривать покупки до пяти процентов среднесрочно продолжаем торговаться в восходящем тренде ключевая поддержка на отметке 78 60 все что выше данной ключевой поддержки любое снижение я предлагаю рассматривать к покупкам на этом на сегодня все всем спасибо за просмотр если данное видео вам понравилось и приносит пользу не забываем ставить лайки подписываться на канал youtube а также на канал телеграм ставим лайки ставим колокольчик в ю тубе при подписке для того чтобы не пропускать свежие выпуски по возможности для того чтобы канал развивался по возможности помогайте и делайте репосты ну и на этом на сегодня все всем успехов в инвестициях до новых встреч в инвестициях